МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В патрульную службу обратилась жительница Твери Екатерина Гордеева. Обратилась, чтобы предупредить родителей о ловушке, в которую могут попасть дети и подростки. Екатерина вовремя смогла спасти своего 17-летнего сына. Ребенок посетил непонятную организацию. По моему понятию, это секта. Поведение ребенка было нестандартным, в определенные дни особенно. Ходил он туда по выходным. Это было воскресенье, где-то к пяти часам вечера он старался попасть сюда. Я у него спрашивала, задавала вопросы, зачем ты туда ходишь, что вы там делаете. Он говорит, ну ничего, нас там угощают пиццей, нас там угощают колой, мы смотрим фильмы. На вопрос, какие фильмы, он мне говорит, про христианство. С Екатериной мы встретились в одном из торговых комплексов, в самом центре Твери. Там, где собирались подростки, якобы для простого общения. Первый раз его пригласили на улице, они сидели на трехсвятской. Им раздали листовки с приглашением о том, чтобы прийти посетить какую-то типа вечеринку. И они пришли туда, их пришло человек 28, по его словам. Накормили также пиццей, накормили какой-то кока-колой, что там добавлено, не знаю. Показали фильмы, поиграли в игрушки и пригласили на следующие выходные опять. И так продолжалось в течение всего октября, пока он не принес мне определенные бумаги. Это называется молодежный альфа-курс, да, согласие от родителей. Вы не подписали? Нет, конечно, я с этой бумагой уже пошла к инспекторам по делам совершенно летних. По нашим данным, под вывеской молодежный альфа-курс, куда заманивали подростков, скрывалась религиозная организация Ассамблея Бога-Христиан Веры Евангельского Пятидесятников. Организация не зарегистрирована, потому ее деятельность незаконна. На встречу с нами пришел тверской теолог Андрей Безруков. Он разъяснил Екатерине, чем могли бы закончиться для ее сына, на первый взгляд, безобидные встречи. Вот эта вот Ассамблея Бога, веры пятидесятнической, да, как вот они называются, это одна из многих, из многочисленнейших, их десятки, если не сотни, так называемых пятидесятнических или харизматических церквей. То есть это такое неопротестантское движение, возникшее в США в начале XX века. И, в общем-то, духовно и финансово эти церкви российские, как правило, зависят от США. Они, скажем так, получают оттуда финансы, указания, духовную поддержку. И их идеей, их идеей главное является, что они в совместных молениях, в возложении рук их пасторов, да, получают снисхождение Святаго Духа. Но выглядит это со стороны самым диким образом, это вот в интернете легко посмотреть, люди начинают трястись, истерически смеяться, кататься по полу, падать без сознания, бормотать непонятные слова, а их пасторы уверяют, что это ангельский язык. Вот, в общем, это выглядит, конечно, как массовый психоз. Вот в этом плане, конечно, это вещь, безусловно, опасная для молодого человека, с неустоявшейся психикой, это может весьма и весьма нанести ему большую травму. События на Украине, вот этот вот пресловутый Майдан, показали, конкретно показали, что вот эти движения пятидесятников используются по приказу из-за рубежа для свержения законной власти. То есть на Украине зафиксированы случаи, когда целые вот эти, так называемые церкви пятидесятнические, выходили на улицу, на Майдан, с нужными плакатами и помогали свергать Януковича. Как им объясняли пасторы, так угодно Богу. Подробности в итоговом выпуске патрульной службы.